привет всем там наверно будет так темновато или может окажется ну да контражер у нас немного ничего сейчас уйдет вот здесь просто нет этих у меня это была ознавеска она там рухнула короче а ничего не не нормально главное что держится экран отклеивает а ну это да но уже давно уж так уже да я пробовал ее так вот ее подтянуть пальцем что-то это она опять начинала ну да он и саша сейчас мама уже угощение готовит ухты вау смокологи пишет александр и саша наша это здесь в киеве короче соседка алексей иванович недалеко а а где а где где вот здесь где посмотри на смотреть темнее капучино о я выбираю капучино у нас здесь так и как а прям так можно да ну да будь мо пусть растет здоровый да да счастливый аминь вот пусть господь бережет и подымает да и и множество множество чудес и жизни через неё поменять о точно это сто процентов да да сегодня вот когда говорю почувствовал даже вот даже даже на физическом не просто там душевно даже там духовно физически вот она ощущалась вот настолько даже мое тело было вот очень довольна вот я такого не переживал честно раньше похоже было что-то похоже близко но вот не так явно просто аж физиологически физически классно благоставляю да и слова такие что даже да вот благоставляю короче класс класс не это только начало и ощущение да где-то до чем у нас уже было классно да кто подключился к видео трансляции то значит вот кифа только приехал вот и сегодня на утренней молитве как раз мне вопрос задают пишут а где кифа когда будет нефан думаю стоп где кифа правда такого так он еще сказал он еще но едет с депра сюда в киев до киева но сейчас слава богу уже уже в киеве нужен месте уже здесь уже в нашей архипископии каву пьем кофе вот у меня капучино у него платы это выбор такой да неинтересно две недели катаюсь адресу на субская область знаешь вот субская область запорожская область и а чак собирается же запорожская запорожская ну собираются помеш там баптисты писятники харизматы так собираются православного батюшку услышать а тут а 50 харизматические и писятники и пастора собираются батюшку прославного послушать класс интересно что то есть вот это древнее знаешь это не учение да это 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 отношение и к Писанию, и к жизни, и к отношениям, когда фундамент твой, да, не как бы концепция какая-то, да, ментальная, ну, какие-то представления, а фундамент твой, реальность Иисуса и твое личное решение следовать за реальностью Христа. Аминь. Вот это, вот это, вот это, вот это, да, на этом все основано, и от этого все дальше, потому что можно откладывать себя, знаешь, вот этими местами из Писания, да, понятиями, теориями всякими, да, доктринами. Но это чисто, знаешь, так, ага, почему так, а где написано, а что сказано, а тут, а как, а тут. А, и уже страх такой, да. Да, и ты просто, да, обезопасиваешь себя, понимаешь, обезопасиваешь себя именно на том месте, да, где ты есть. Ну, то есть. Ну, ты безопасна, религия-то безопасность такая, от Бога защищена. Такая твердость, знаешь, мне нужно за что-то держаться, да, мне нужно чувствовать безопасность, мне нужно, вот, вот, мне нужно вот это, вот это, вот это, на что можно опереться, знаешь. А отношение с Иисусом, это как реально серфить, понимаешь, надо сказать. То есть твоя безопасность в твоей маневренности, твоя твердость, да, в твоей подвижности и адаптивности. А, вот хорошее сравнение. Понимаешь, когда ты наволняешься. Там пусто, статично там не выдержишь. Статично ты сразу падаешь, да, 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 да. Я не раз не плавал, но видел это все в кино. Ну, возможность ходить, то же самое, понимаешь. Ну, да, да. Твоя безопасность в том, что ты ходишь в маневренности, возможности... В стебулярной параде, да, 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 задействованности. В чувствительности, в умении, да, вовремя реагировать. Ну, да. Даже если тебя толкнули, ну, тык-тык и все, и ты стоишь. Жизнь в Духе Святом, это, вам это не статичное что-то, да. Вот, приветствую, дорогие Божьи, еще раз поздравляю вас, пастор, с рождения внучки, спасибо. Оля пишет, да, счастья и быстрого выздоровления дочери, спасибо. Принимаем, да, Мария. Вы бываете в Одессе, приглашают вас. В Одессе был вообще? Я что-то даже и не помню. Ну, меня никогда в Одессу не приглашали. Ну, был, но... В частном порядке. Да, просто... А я бывал часто, но давно уже не был. Даст Бог, побываю. Приглашайте. Как мы пели там в Одессе, последний раз, там, песню там. Ах, Одесса, жемчужина у Бога. Ах, Одесса, чудес ты знала много. Ах, Одесса, ты Бога прославляй. Живи, моя Одесса. Да, да, да. Да и Богу просто шло. Так что, да, так что, привет всем святым в Одессе. Да. Я не знаю, сейчас меньше-меньше, наверное, ездить буду. Все больше и больше, четче слышу, знаешь, Львов во Львове. Во Львове движение начинает действовать, знаешь, меньше-меньше-меньше-меньше-меньше-меньше. То есть даже все эти поездки сейчас, это как бы даже в некоторой мере подготовка, знаешь, потому что некоторые вещи, формулируя для себя, знаешь, ну, четче и четче понимаю, сталкиваясь с разными людьми, вот, общаясь. Так всегда бывает, да. Да, я для себя просто четче понимаю и вырисовывается именно моя позиция во Львове. И там как бы вот церковные как бы эти движения, ну, и бизнес, и остальное, то есть как бы житие. Как бы так, да, все меньше-меньше-меньше таких как поездок, знаешь, служений, если кому надо прийти. Короче, я тоже хочу с тобой вернуться с тобой туда во Львов. Короче, мне это написал Михаил Грищенко, тот пастор, наибольшая благодать, большая благодать. Вот у них, короче, ждут меня, ну, и тебя тоже вместе придем, да, нас Бог, значит, 3 марта, кто львовяне слушает, сейчас смотрит, со Львова кто, есть, значит, 3 марта, воскресенье у них там на Ленкевской 3, значит, уловица Ленкевска, Ленки, Бойки и Гуцулы, короче, как он там Михаил так все рассказывал про историю. Вот Ленкевская улица, есть такая старая, такой еврейский квартал, старый такой, львовский, там даже элементы синагоги сохранились, кое-какие там старые, брошенные, переделанные, перестроенные. Вот, значит, и там, значит, у них школа, общеобразовательная христианская школа, начальная или даже полно, не помню, ну, короче, неважно так. А наверху там зал служения, проходят все такое прочее. Вот так, так что у них еще в среду там молитвенное собрание, но в воскресенье будет собрание у них главное там, так что надо будет и на Стрийскую тоже попасть тоже, кстати, да. Ну, даст Бог, напишем. Даст Бог, да, надо будет, Макетишину там и братьям еще там, вот, потому что разные, я понимаю так, что разные доктрины, разные, разные учения, разные понимания у верующих, очень разных. Да, но меня по-своему как-то все время цепляет вот такая вещь, что мы разные, да, вот как вот Августин говорил, блаженный Августин, слова его, что в главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. Вот это мне как-то, выражение есть такое, заводит, вот меня вот это вот как-то заводит, вот это вот выражение, что в главном единство, во второстепенном свобода, вот это разнообразие, другой еще перевод, а во всем любовь, божья любовь. Потому что все узнают, что мы ученики его, не потому что там, значит, мы там, значит, доктрины правильно имеем там или что-то еще, а любовь имеем, слава Богу. Да, ну, так что вот так вот, браты, сестры, вот, и молитесь, тоже мы в воскресенье тоже молились, короче, за Львов, вот, и о поездке, о служении по Львове. Вот, и тоже хочу, буду, раз Бог, получается, так, недельку там во Львове, если кто львовяне, то, или как, правильно львовяне говорить, да, жители Львова, львовяне, львы и львицы, приходите, пообщаемся, с кимны, короче, как-то с кимен, с черт, да, это с кимны, молодые львы. Вот, так что, вот, а я Кифе сказал, как раз вот, что, значит, что это, вот, интересно такие, я понимаю, тоже это опыты еще малые, совсем опыты, но пространственно-временные чудеса Бог совершает, я в этом убежден, просто я это больше знаю из теории, как бы, из рассказов других людей, и из своей жизни христианской, очень мало таких примеров знаю, вот таких вот, как бы, ну, необъединенных, неяснимых вообще по-человечески, вот, человеку, живущему вот во временном измерении, там, живущему вот в этом пространстве, времени, значит, в этой земной реальности, да, реальной реальности, но не такой сильной реальности, как Божья реальность, вот, трудно уяснить. Даже вот, многие чудеса, которые, вот, происходят сейчас, допустим, да, вот, в моей жизни, да, вот, в жизни Кифа, там, значит, в жизни, там, других верующих, о ком я слышу, вот, их естественно, как-то, ну, не объяснить, а начинаешь объяснять, и, как бы, вот, ну, понимаешь, что это как-то, ну, не то совсем. Нет слов просто, нет таких слов, которые могли бы это передать, вот это, но, вот, я одно могу сказать, что погружаться в Бога, пропитываться им, вот, о чем говорил в воскресенье тоже, да, вот, кстати, трансляцию тоже получилось сделать у меня все-таки в воскресенье, вот, а он тобой пропитывается, а ты им пропитываешься. И вот это вот взаимное проникновение такое, Бога-человечество, Бога-воплощение, Бога-человечество, по сути, христианство, как вот я понимаю, вот, на сегодняшний день, это Бога-человечество. Вот таким образом я его вижу. Ну, если по-настоящему это христианство, не какое-то другое. Подделок масса, но фальшивые банкноты, они не вернут нас в разочарование, и мы не говорим, а все. Все доллары такие, если фальшивые доллары найти, допустим. Вот, наоборот, это подтверждает, что есть настоящее, раз есть подделки, значит, есть настоящее. А вот настоящее христианство, вот, подделок много всяких попадается по жизни. Вот, за вот больше 30 лет служения, да, церковное православное, я видел много очень подделок разных. И было много разочарования, когда вроде, там, какой-то духовный опыт открываешь, там, вроде, о, там, упаковано столько этих пачек богатства, а все, подделки, все фальшь. Вот, значит, но я понял такую вещь, что настоящее, настоящее, истинное богатство, да, оно сокрыто вот именно в этом, богочеловечестве. Богочеловечество. Ну, Иисуса все просто, знаешь, можно сколько говорить, что мы живем по Писанию, да, но Писание сказано, да, ищите прежде царство, а все остальное приложится. Да, а на счет Писания что-то еще, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь, то есть, он, не сходят к ним, вы же сами говорите, вы сами думаете, вот, вот, и исследуйте, и они говорят обо мне, то есть, они указывают на, не на теорию. Да, но вы не хотите, то есть, есть Писание, да, и вот, ну, в переводе говорю, не то, что исследуйте, да, и мы берем как приказ, исследуйте, Иисус сказал исследуйте, а не, не, а тут вы исследуете Писание, ибо думаете найти в нем жизнь, а Писание свидетельствует обо мне, но вы не хотите ко мне прийти, То есть, вы ищете жизни, исследуете Писание для того, чтобы найти жизнь. Писание говорит, жизнь во Христе. Да, да. То есть, мне нужно, прочитав, как эти волхвы, понимаешь, увидев, да, да, не, они поняли, что будет звезда, и они за звездой пошли. Да, да. То есть, они оставили свои книги, свои пророчества, свои вещи, да, свои атласы, и пошли за звездой. Да. И нашли жизнь. Да, да, хороший пример. То есть, они проделали путь, но не сидели, вот, вот, это не путь. Да. Понимаешь, то есть, прочитал, закрыл, и пошел к жизни, к даятелю жизни, и получил эту жизнь. И дальше живешь. То есть, Писание все говорит в чем, да, верой мы принимаем, мы услышали, мы приняли, да, а после этого, говорит, нужно довериться тому, что мы приняли. И все, Писание как раз об этом говорит, то есть, не дальше принимать, 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 да, а довериться тому, что мы приняли. И последовать за этим, открывать это, исследовать, вот, вот теперь вот это исследовать. Реальность Христа внутри исследовать. Открывать еще больше. Понимаешь? То есть, ну, как бы, это вот-вот, то есть, и так, и так, но это, это один процесс. То есть, понимаешь, это нельзя разделить, это правильно, это неправильно. Вчера тоже поднимали этот вопрос одним пастором. Говорит, я всегда вот так. То есть, Христос, вот, про все, что прочитал, вот, так должно быть, и пытался загрузить это внутрь. Вместо того, чтобы так должно быть, и пытаться сверить с нутром. Понимаешь? И синхронизировать нутро, а не так, загрузить это все нагло. И говорит, теперь просто отдался, а здесь оно подтверждение, а здесь оно само так есть, без моих усилий. Естественно. Да. Мы можем считать, что грех это левое, ну, понимаешь, да? Да. Это мимо Бога. Ага. Да. Да, мимо садимого Бога. А можем пойти за Богом и понять, что мимо этого, вот, вот, это все, весь грех, все эти вещи, да? Это мимо того нутра, которое, понимаешь, познать это нутро и понять, что в нем греха нет. Это все мимо. Это не мое, просто не мое. Это даже, ну, как... Поэтому рожденный ему не грешит, потому что он, ну, если слышит, да? Да, то есть, ну, как пример наводил, ну, кто-то на улице, мужчина мне предложит поцеловаться. Ага. А. Ну, не, ну, мой ответ будет, конечно, по мере, ну, преображения моего разума, да? В зависимости от уровня преображения я ему по-разному отвечу. Ну, да, да. Вот. По плоти, по плоти. Да, то есть, насколько я его подобился Христу, да, я сам посмотрю, знаешь, в тот момент, но... Ну, да, да, хорошая статья с тобой будет. Но с этим сражаться я не буду. Ага, ну да. Понимаешь? Я, это не соблазн. Разный уровень ответа будет, но ответ... А, или я рассмеюсь, или ему по морде дам, или, пусть говорю, родной тебе Иисус нужен, да, и любовь на него мылю. Да, или проповедовать ему дам. Ну, короче, ну, разные варианты есть, да. Или помоли за освобождение. Ну, это уже уровень моей духовности, понимаешь, моего уподобления Христу. Познания Бога, да. Да, но уровень свободы... Да. Это просто мимо. Ну, да. Это не мое. Это... Оно не может зацепить меня никак. Ага. Это войти в меня не может. Оно не отзывается, да. Да. И Иисус говорил, дьявол во мне не имеет ничего. Да. Даже когда он искушал Иисуса, ничего не имел. Так же не было, что Иисус там, ой, ну как же так, все-таки, давай, если бы... Может, еще предложил бы чуть-чуть там еще... Ну, так еще, так, помидоры что-нибудь еще там, кусок, участок через земель. Чуть-чуть как дьявола левой была, еще больше утвердила Иисуса, но даже фибра, там, мысль, понимаешь, никакой не дергала. Вот дьявол по-своему мысли просто, значит, он, да, со своей категории. Для чистого все чисто, а для нечистого наоборот. И вот тут, и вот тут, вот это мое нутро, понимаешь? Да. В нем нету этого, просто нету. Я не могу физически, и духовно, и душевно никак соблазниться. И других вещей нет. Не говоря уже о грехе, это, 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 это просто, ну, основополагающие вещи. Если начинаем внимать по-настоящему, глупость в чем? Будь осторожен, все сверяй, потому что можешь... А, инструкцию используя? Да, очень, да, очень легко, как бы, да, уйти. Ну, есть две крайности просто, все сверять и обрастать твердынями. Это правильно, это неправильно, это грешно, это правильно. И в результате ставить твердыню выше Бога. Ага, ага. Ну, понимаешь, да? То есть, если я, грубо говоря, да, ну, начинаю правильно дарить цветы жене. А. Понимаешь? Я беру веник и говорю, на. Теорию, наверное, да. На. Потому что это правильно. И тут я свою концепцию, свою позицию, свою правильность ставлю выше ее личности. Мне плевать на нее сейчас. Мне главное, что это правильно. Ага. Понимаешь? И этим я показываю свою веру. Ага. Вот в чем искушение законничества. То есть, вот это законничество. Другая крайность, пойти за чувствами, которые иногда опорочены. Понимаешь? Либо я за сердцем пошел, а в сердце дрянь. Это другая крайность. Понимаешь? И здравость в том, чтобы понять, что новое, что старое. И позволить Богу, да, вот эту вся дрянь сердца к Богу. Понимаешь? Богу отдавать все похоти, все желания, все, что в сердце. И Он очистит это все. Он очищает. И мое сердце наполняется жизнью. Да. Наполняется покоем. Наполняется плодами Духа Святого. И эти плоды проистекают через меня. То есть, дальше Божье это к людям. Понимаешь? Левое Богу отдаю. И Он не стесняется насчет этого. Как бы, ну, Он за это и умер. Ну да. Чтобы забрать это все. Уже забрал на Хрест. То есть, надо просто отдать. И все. А дальше, чем больше по мере предваржения, больше, больше, больше доверяешь сердцу. Да. Мы призваны следовать за сердцем? Да. Да. Просто с одной ремарочкой, знаешь, Иисус очищает наше сердце. Полностью. Мы призваны следовать за нашим новым сердцем, за нашей новой натурой. И тут Писание нам в помощь. Тут наставничество нам в помощь. Понимаешь? Который говорит, вот это чуть-чуть не твое, это мимо. Вот тут осторожней. Тут ты заигрался. Ага. Понимаешь? То есть, вот эти вещи, которые, ну, чтобы человек не месяцами, понимаешь, мучился, мучился, там, говорил вчера один. Я два месяца просто мучился, пока не понял, что я пытаюсь своими усилиями заработать денег. А денег не было. Просто сверхъестественно. Понимаешь? Все рушилось. И как только я понял это, Богу отдал, да? Ну, зачем два месяца мучиться, понимаешь? Да, если есть наставничество, да, здравое, то... То есть, здравый наставник, да. Просто сказал бы, что слушай, ты... Здравый наставник, да, который знает человека, который наставник тысячи, да, ну, понимаешь, он знает жизнь человека, он понимает. Есть, ну, некоторые, понимаешь, да, критерии. Есть вот эти моменты, когда ты видишь, тут он заигрался. Чуть-чуть, ты понимаешь, так, осторожненько. И все. И нету месяцов мучений. Да. Да ты поймешь. Ты все равно поймешь. И Бог тебя простит и встанешь. То есть все классно. Ну, зачем годами мучиться? Да. Да. Знаешь? Это очень важная тема. Вот. Класс. Что-то прозвучало классно. То есть вот оно, а не для порабощения, для, там, знаешь, вот этих всех. То есть, плоть любое Божье возьмет и извратит. Ну, да. И не важно что, понимаешь? Да, да, да. Там же самое светлое, самое все-все. Изображение, понимаешь, даже Иисуса Христа. Возьмет и извратит. Ну, да, да. Крест. Что хочешь. Возьмет и извратит. Дары Божьи. Медно-возвей взяли и стали поклоняться Ему. Да. Бог это не говорил поклоняться. Смотреть на Него. Да, взирать, да, значит. Притом для этого случая. А люди стали вкодить Ему и призывать Его имя. Все, значит, все, плоть все извратит. Да, да, точно. Ты дай ему дар, он извратит этот дар. Ну, да, да. Ты дай ему откровение, он извратит это откровение. Только человек начинает по плоти, даже все от Бога, что он получил, он извращает. Да. И тут не важно, он получил Библию, он извращает, он поклоняется ей, он читает, понимаешь, прострового Бога, который ждет, чтобы наказать. Я гадаю, открывая Библию, там попало, о, все, это вот. Понимаешь, какой Бог, который даже сына своего не пожалел. А нашу подавно, нашу подавно, да. Ты думаешь, ты избежишь сюда? Да. Ну, и пошло-поехало. Винитом накажись, да. Отжался, упал, отжался. Понимаешь, казарма такая, а не церковь. И все превращается в идолопоклонство. Полностью все, что не бери, понимаешь, а дух, он берет. Все, что не бери, теперь дух. Да, все оживает, наоборот. Все оживает. Религию убивает, а дух оживает. Даже самое-самое-самое, понимаешь. Да. И Павел не внушается и четко говорит, даже я буду есть идолопожертвенный. Да. Можешь ходить на их мессы и так далее, сидеть. И мне ничего не будет. Я ради них это буду делать. Я в воскресенье, ой, не в воскресенье, а на неделе на этой, там в семинарии, пример один приводил тоже, задавали разные вопросы тоже. Пример, значит, одна ведьма, бывшая там, она полукубинец. Папа, ну, папа кубинец, мама украинка, короче. И мама, и папа колдуны, короче, значит, потомственные. Мама только с Полтавщины, а тот с Кубой, значит, там, потомственный колдун. Да, и она с детства, говорит, еще там, еще читать писать не научилась, а уже с духами общалась, значит, там, значит, шалила, шкодила, значит, там, с духами, значит, и, а потом стала уже девушкой и стала ведьмой дипломированной, ведьмой. Она потом этот диплом там уничтожила, значит, интересно, она рассказала, она сейчас евангелистка, тоже, по-моему, сейчас на Кубу ехала уже, вот, значит, рассказывала интересный случай, значит, она проповедовала здесь вот в Киеве, значит, в библейском институте расследительствовала. Она сказала, что, значит, первая встреча с Иисусом была у нее, ну, в самом мерзком месте вообще-то, вот, как она сейчас понимает, она вызывала духов, значит, и те занимались, ну, убийством людей, конкретно, проливанием крови. Значит, ее родители приносили в жертву, там, значит, там, в животных, а потом детей даже специально брали и младенцев убивали, вот, значит, криминал по-нашему, как бы, да, по закону даже Украины, вот, они это делали духовно, ради своих этих вот упражнений поклонялись там, вот, но самое интересное, во время такого самого отвратительного действия, и ей она пережила Иисуса, он как будто бы с другой реальности, и вот примерно так он сказал ей, что, значит, ты должна, если не покаешься, то ты погиб. Он шанс дал ей, и она пережила первую встречу, потом она никому не могла это рассказать, потом говорит, что стала призывать его, кто ты вообще, кто ты, она стала интересоваться, кто ты, я не знаю тебя, вот, и тот открылся, как Иисус, и потом указал там на евангельских верующих, которые дали ей там, которые объяснили ей, Иисус, Писание, все, так надо же, все, другая реальность, совершенно. Вот, поэтому для Бога нет ничего вообще нечистого, мерзкого, он во все может прийти и проявить себя вообще, чтобы спасти грешника, значит, и он любит нас вообще сто процентов, это он доказал, я чем больше убеждаюсь, чем дальше, тем больше убеждаюсь в этом вообще. Здесь, вот, на Черниговском мы жили, значит, в 99-м году, 98-99 год мы здесь снимали квартиру, вот, малышка. У меня откровение было такое, во сне, прям, я видел грязь, которую он мне достал, грязище такая, страшное грязище, и там голос тихо говорил, прямо во сне, но очень твердо, что для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что сейчас имеешь, держи, дорожи тем, что ты сейчас имеешь, вот так вот, несколько раз, одно и то же. А потом, то же самое, только уже в яве уже, уже наяву уже, уже прошлое пробуждение. И, знаете, вот, вспоминая ту грязь, которую он достал, думаю, надо же, он ничем не погнушается, чтобы спасти, вот, душу, и приходит к каждому человеку. Главное, чтобы потом держаться, действительно, его, его благодать, его любви, милости. Спасибо, Господи. Класс, класс. Знаешь, я даже такую парадоксальную немножко вещь скажу, но, насколько я понимаю, Бог все могущий, у него вся сила, вся власть, все полностью, понимаешь? И у дьявола нет своей силы, даже не к мерзости, он делает силой Бога, понимаешь? То есть, она, 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 как бы, есть сила, она Божья изначально. Ну да, все же силы созданы Богом-то, все силы. Да, она изначально Божья. Но, если Бог отдал, да, власть Адаму, например. Ну, как и человек отдал. Да, и, как говорит, проклята из-за тебя земля. Почему? Потому что раньше она была под Адамом, да? Да. Теперь под тобой, под проклятым. Когда под благостовенным Адамом, то благостовляет. Да. А если, понимаешь, да, из-за Адама, что ты ее отдал проклятым, она проклята. Потому что она под проклятым. Но это сила и власть Адамова осталась, ну, понимаешь, да? Иисус забрал, в принципе, право юридическое, да? Ну, де юре, да, да. Да юре. Сто процентов, да. Понимаешь? И дал нам возможность вот здесь порядок навести. Да, понимаешь? То есть, документы на дом есть, говорит, ребята, вычистите. Да, надо освободить, вычистить все это, да? Ой-ой-ой. То есть, понимаешь, он-то подписал, да? Все, купля-продажа. Да, да. А теперь выселите, вычистите и живите там. А там бомжатник такой пришел, да? Вау, что делать вообще? То есть, не, ну, понимаешь, да? И он Божьей силой это все дрянь делает. Да. Все эти вещи, это Божья сила. Да. И лишь потому, что она в неправильных руках. Да. Она действует, да, в разрушении. Или же, почему колдуны летают, потому что не летают христиане? Ну, да, да. Понимаешь? А мне летать охота. Класс. Да, все, точно, да, 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 да. Свято место пусто не бывает, да? Вот и имя-то. Если пустой дом, он войдет. Ну, что да, да, чем-то заполнится он по-любому же, да. Говорит, я вам не дам всю землю обетованную, потому что не сможете ею обладать. И там разведутся дикие звери. В Туле у нас есть дома такие старые, их вроде под снос, не под снос, непонятно. Заклотили, закрыли всех, выселили, закрыли. И они стоят год-два, а потом смотрят, там бутылки валялись какие-то, и мужики ходят там странно, там живут, там костры жгут, значит, устроились. Потому что оно брошено, по сути, здание там несколько стоит, вообще никому не нужно. И они там поселились себе, живут, сколько их там, никто не считает, и там все. Вот то же самое здесь духовное. Вот такие сферы духовные брошены просто. Да, 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 если они заселены, то они вот, да, да, и все, ну да. Этот процесс завоевания, Бог говорит, всю сейчас не дам, но будете завоевывать. Да, если все отдаст, то бомжатник всю землю превратит. Да, мы не сможем совладать с этим. Ну да. А мы этим учимся, и я смотрю, даже простые моменты бизнеса, ты знаешь? Ага, так. Да, и просто человеку миллион долларов выиграл в лотерею. Ну да. Можешь, через пару месяцев... Ну погибнет человек. Погибнет реально, большинство вешаются и скачают... В Америке даже тест такой проводили, не тест, а проводили исследование. Вот те, кто выиграл миллион и больше долларов, там, по этим лото всяким этим. Что с ними через год происходит? Вначале фотографии, там, их, как они получают этот чек, значит, там, все там, улыбка душа, все классно. Я там интервью, я куплю себе, там, тачку такую крутую, я себе, там, куплю, там, всяких шмотов, всякие, там, что-то еще. И показывают через год. Многие не дожили вообще. Да. Многие, а те, кто дожили, локти кусают, и вообще им уже жизнь не мила. Или в бедности, в депрессии, в наркомании. В бедности, в депрессии, еще спичь, еще хуже, еще, значит, чем было у них раньше. И единицы, там, они сто человек исследовали, вот, миллиончиков, миллионеров этих внезапно оставших, там, один или два всего лишь были счастливчики. Но и то, опять-таки, они, как ни странно, уже имели кое-что, то есть они не были нищими. У них были деньги, просто они вложили-то хорошо, значит, там, и развернулись. У них уже что-то было. Да, у них и в мозгах уже что-то было, да, уже. Они знали, что с ними делалось. У кого есть, того приложатся. Да, а у кого нет, и отнимется то, что он имеет вообще даже. Оно просто есть и работает, понимаешь? И вот точно так же и у нас. Нам нужно встать на этот победоносный, а потом шаг за шагом больше, 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 и оно будет прилагаться. Аминь. Это все. Я что-то хотел сказать, бог ты мой. А, насчет бизнеса же, да. Что вот этот как раз, то, что ты с нуля до сотни, до тысячи. Да, уже имеешь. До сто тысяч. Ты этим учишься сохранять. И управлять. И управлять миллиардами. Ну, как духовных сфер, так и финансовая сфера. Да, 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 да. Так как ты и говорил, у них уже что-то было. Они уже умели крутиться. Если ты еще одного человека не исцелил, значит, а ты, значит, о каком-то большом, там, огромном каком-то помазании мечтаешь, что это глупость вообще. То есть исцели первого больного, второго, значит, да, нужно шаг за шагом делать это духовно, на самом деле. Это сто процентов. Я понял тоже так вот. Я финансовую сферу не очень так разбирался и разбираюсь, честно говоря. Но вот схожести, больше схожести, чем расхожести, на самом деле. Потому что это один механизм, запущенный Всевышним Богом, просто он по-разному выражается в разных сферах. Ну, а суть одна. Гостяк один тот же. Разный термин, там, а принцип тот же самый. А вот Бог многогранный, и ты поэтому видишь вот это. Почему великие, ну, реально, хорошие бизнесмены, когда их Бог призывал, они великими становились. А, да, красиво. Или спортсмены становились прекрасными бизнесменами после, ну, карьеры. Ну, да, да. Ага, они имели уже, да, ага, схему этого в голове своей. Они привыкли побеждать. Они привыкли вот это, значит, превозмогать. Действовать, да. Даже в физическом. Но суть Божья. А у нас Дух Божий, который называет нас больше, чем победителями. А не просто победители. Ну, да. Понимаешь? Ну, как бы просто завоеватели. Мы больше, чем завоеватели. Да. Больше завоевателей города, да, сто процентов. И так далее. То есть у нас просто все козыря, все возможности. Давай дерзай, но дерзнуть-то надо. И тут мы не отличаемся ни от кого, понимаешь? Ни от бизнесмена, ни от политика, ни от спортсмена, ни от кого. Если ты не начнешь, ничего не получится. Ну, понимаешь, да? Если ты не поймешь и не сделаешь шаг веры, это шаг веры. Ну, да. Да. Та же вера, да, в принципе. Механизм тот же. Да. Просто тут мы не сами. У нас есть Иисус, который иногда говорит, не-не, подожди, не двигайся именно в внешнем, да, а двинься во внутреннем. Наш шаг – это тайна. Наш шаг – это внутрь. Наш шаг – это довериться, последовать, да, за внутренним, а не, ну, то есть, понимаешь, достигать внешнего. Тут радикальная разница, да, но принцип тот же. Люди иногда, знаешь, ухлопуют мирские принципы, ну, как бы, мирские, вот эти внешние принципы, да, не понимая духовного, перекладывать на это. И говорят, типа, ты начни, Бог там наполнит, знаешь, открой церковь, то есть, там, сними кинотеатр, да, Бог их заполнит. А-а-а. И ты эти все вещи… Внешнее пародирование, копирование. Да-да-да. Как вот, мартышка очки получается, да. И ты сам открываешь, сам делаешь, но в Библии есть пример Измаила, и это точно такой же вещь, понимаешь, ты сам начни, а Бог благословит. Ну да. Понимаешь, Бог-то благословил, но это вражда, это враждует с, ну, с настоящим обетованием, да. И вот, 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 вот в этом вся суть, понимаешь, да, мы плодим Измаила, мы мучимся с этим, мы страдаем, и мы сами своими же усилиями это все поддерживаем. Не, ну круто, это я не знаю, это круто, это действительно человек, ну, в мире, да, успешный очень, если он своими усилиями, там, тысячную церковь, десятитысячную церковь, да, может поддерживать. Это реально. Хороший менеджер, да. Да, это прекрасный человек, но это мир. Организатор, да. Да, организатор, это как миллионер, понимаешь, миллиардер, прекрасный человек, он много может, но это мир, понимаешь, да. Но принцип тот же, просто, а тут, а тут есть внутренний шаг, а тут есть внутреннее преображение, тут есть внутренний путь, а дальше Бог начинает обетование исполнять. Дальше Бог начинает, и ты уже не мучаешься, ты вот так вот, и все происходит, знаешь. То есть, и он приводит людей, и он наполняет, и он исцеляет, и он освобождает, это не твоя забота теперь. Да, это уже не из моих. Да, это реально обетование. Уже Яков уже. Исполнение. Абрам и Сад. Вот. Просто мудро этот принцип применить, не перекладывая точно, да, а понимая, что сначала внутреннее жизнь, да. Ну, принцип тот же, вот в чем прикол, принцип тот же. Ну, да, короче, порождаем либо Измаилов, либо Исааков, но вот блажение, вы действительно доверять вот Богу, идти в нем просто, идти в нем. Класс. Аллилуйя.